В богослужении воскресного дня, предварившего эту седмицу, особенно трогательно описывается великий подвиг преданности и любви к своему Учителю и Господу, святых жен Мироносец. Их память почтили и в Славгороде. Епископ Славгородский и Каменский Антоний совершил божественную литургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Перед началом литургии в храм были доставлены иконы с частицами мощей апостолов Петра и Павла и образ святого семейства, Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Обручника и юного Иисуса. Матерь Божия, как известно, совершала свой земный путь в сообществе Мироносец, жен сопровождавшего Господа и служивших Ему. И поныне женщины несут свое служение в церкви, порой незаметное, но такое нужное. Поют на клиросе, занимаются вопросами воспитания, социальной и культурной, просветительской работой. Труд скромных тружениц принимает Господь и Церковь чествует как их предшественниц, так и современных продолжательниц служения жен Мироносец. В завершение богослужения епископ Антоний поздравил прихожан и особо поблагодарил женщин-прихожанок, вручил им цветы и иконки. Я благодарю вас за то, что вы полюбили этот храм. Что вы стараетесь, чем возможно, заботиться о нем, украшать его, ухаживать за ним, наполнять его своими молитвами, приходя сюда, под стены, принося и радость своего сердца, и сборность своего сердца, все это равно принося в Дом Божий, Христово Божий, в этот святой храм. А храм, он и нужен для того, чтобы в нем молились. Храм, это не памятник, не музей, это живой Дом Божий, где присутствует живой Бог. Живые люди сюда приходят, к этому живому Богу за помощью и поддерживают.